Радио Крым Реалии Радио Крым Реалии Российский глава Крыма Сергей Аксенов назначил новым министром транспорта полуострова Сергея Карпова. Об этом Аксенов рассказал в эфире канала Крым24 вчера вечером. Что известно о новом главе министерства транспорта Сергея Карпове? Почему ведомство вновь возглавит выходец из России, а не крымчанин? И поможет ли это назначение преодолеть коррупцию в сфере инфраструктуры Крыма? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. Крым в центре внимания В 2011 году возглавил территориальное управление государственной компанией российские автомобильные дороги в Санкт-Петербурге, которая занималась строительством 6, 7 и 8 этапов скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург. В ноябре 2017 года стал главой комитета дорожного хозяйства Республики Крым. Однако вот теперь этот комитет расформировали, и Карпов получил должность главы ведомства транспортного. Предыдущий министр транспорта Крыма Юрий Овсяников на этой должности проработал 4 месяца. Увольнение чиновника стало, напомню, нашим слушателям 13 сентября. И таким образом Овсяников был шестым чиновником с 2014 года, который покинул этот пост. Назначен он был 11 мая 2018 года. Сам Аксенов неоднократно жаловался на проблемы в организации пассажирских перевозок в Симферополе. По его словам, ни один из министров транспорта Крыма не сумел организовать работу транспорта на должном уровне. И вот сейчас у нас на связи председатель Крымского антикоррупционного комитета Илья Большедворов. Илья, здравствуйте. Здравствуйте. Вот что, по вашему мнению, стало причиной того, что господин Карпов, вновь человек из России, стал министром транспорта Крыма? Ну, как-то уже, я не знаю, в нашем правительстве крымском уже сложно как-то комментировать какие-то перестановки. Они постоянно происходят, то есть это явление не какое-то там, как сказать, исключительное, да, то есть это постоянное движение кадрового состава, причем чиновники периодически возбуждаются на них уголовные дела какие-то, еще что-то. И при назначении нового циновника на месте ничего не меняется. Я думаю, что, в принципе, это связано именно с тем, что с личностью человека, который их назначает на эти должности, да, то есть мы снова видим, что Виталий Германович Нахутин задержан, да, у нас вице-премьер республики Крыма, опять же, по заявлениям застройщика, который строит трассу Таврида, да, якобы он там пытался получать какие-то денежные средства, там еще что-то, я просто знаю, что затягивались руки по принятию работ по оплате, да, я думаю, что, в общем-то, связано с задержанием не в плане борьбы с коррупцией, как это должно происходить, да, основываясь какими-то корпоративными интересами, которые преследуют компании из Танкт-Петербурга, да, то есть и опять же видим, что министр транспорта, который, наверное, означает, на должность, он тоже, в общем-то, выходить из Танкт-Петербурга, да, то есть у нас лобби здесь, выход из Танкт-Петербурга достаточно такой серьезный, и поэтому чиновники, которые оттуда приезжают, вот они назначаются на должность в правительстве республики Крым. Ну, что это или плохо сказать, достаточно сложно, как бы я вообще, в принципе, придерживаюсь мнения, что Сергей Олегович пока свой пост не покинет, и пока на этот пост не придет человек, который будет заниматься действительно какой-то работой, а не болтовнёй, да, как сегодня это происходит, то перемена мест слагаемых, она как бы сумму, в принципе, меняет в данном случае. А вот вы говорите о господине Нахлупине, которого недавно задержали, у меня в связи с этим вопрос, может ли как-то это назначение быть связано всё-таки непосредственно с, вот, с этой, не знаю, можно ли называть это ротацией, условно говоря, может ли это быть вот попыткой, как вы называете, питерского лобби, взять больший контроль, то есть, условно говоря, с крымскими чиновниками договориться не получается, соответственно, нужно делать всё самостоятельно. Ну, безусловно, как бы я считаю, что это один из таких вариантов, когда просто, в общем-то, люди, которые здесь осваивают на самом деле по факту его денежные средства, они просто вот приобретают дополнительные рычаги для того, чтобы делать это более эффективно, то есть, если мы, мы же понимаем, что там у Сергея Валерьевича задерживается второй вице-премьер, да, то есть, ну, в данном случае тоже, в общем-то, первый вице-премьер, который исполнял его обязанности на время его отсутствия, да, это наиболее близкий к нему человек, и при этом проходят обыски в различных подрядных организациях, ещё что-то, Сергей Валерьевич, с него круглся вода, да, ну, естественно, что при таких вот перестановках будут усиливаться люди, которые, в общем-то, на них повлияли, да, и которые, ну, по факту осваивают денежные средства, которые уделяются на федеральную целевую программу. Илья, ну, вот, когда мы говорим о дорогах, часто заявляют о том, что это такой, ну, вот, лакомый кусок для коррупции, потому что там легко закопать деньги, да, и предыдущий министр транспорта, вот, он продержался на работе фактически 4 месяца. А есть ли шанс, что подобная судьба постигнет и нового главу Министерства транспорта, господина Карпова, сможет, если он, например, не сможет навести порядок таким образом, каким он видит вот это слово «порядок»? Ну, каким образом видит этот порядок, наверное, Сергей Валерьевич, в первую очередь, как вот, да, то есть, или люди уже стоящие, какое-то его руководство, то есть, ну, я сомневаюсь, что так вот быстро, то есть, я считаю, что он не человек, которого на данной должности сейчас не имеет, просто он не имел достаточно какой-то аппаратной поддержки, да, в этом, и именно это явилось тем, что той причиной, по которой его оставили, там, а не то, что не справляется. В принципе, сложно сказать, чем у нас тут занимается Министерство транспорта, да, явно не организация, там, перевозок в Симферополе, там, соответственно, пассажирских, да, то есть, потому что там есть департамент транспортный в Симферополе, который, в принципе, с работы справляется, и сегодняшний коллапс, который произошел в городе с пассажирскими перевозками, связанными, в общем-то, с глупостью при организации ремонта дорог в городе Симферополе, когда у нас на тендер были выставлены на все центральные улицы снова, причем большинство, ну, очень многие из них уже ранее ремонтировали, да, там, например, как у Проспектирово, или Проспект Победы у нас вот ремонтируется, Проспект Победы, где-то Проспект Победы, получается, от Куйбышева ремонтируется со стороны Советского кольца, он ремонтировался буквально вот несколько лет назад, и на следующий год уже качество покрытия ничему не соответствовало, также два года назад ремонтировался Проспект Кирова от Советского кольца до улицы Самокеша, соответственно, к 9 мая еще только вот закончился, якобы, там, гарантийный срок до снова это переделывается, файтовое покрытие. То есть вот эта ситуация, когда в городе одновременно начали ремонтировать практически все центральные улицы, город стал, и, соответственно, маршрутный транспорт пассажирский, в принципе, перестал существовать в данных условиях, потому что, ну, полить топливо в пробках, там, проезжая, там, километр буквально, там, за полтора часа, как бы, это, ну, невыносимо для перевозчиков, естественно, как бы, поэтому я не думаю, что причины снятия... Илья, вот вы просто говорите, что, да, что причиной увольнения предыдущего министра было отсутствие аппаратной поддержки, а у Карпова, по вашему мнению, такая поддержка есть? Я думаю, что да, потому что он выходит из Санкт-Петербурга, и на сегодняшний день основные подряды, в общем-то, выполняются питерскими компаниями, то есть строительство трассы Тавриды, если мы возьмем, то это питерская компания, и вообще очень много у нас здесь выходцев из Санкт-Петербурга, которые влияют на осваивание свет федеральной цивиловой программы. Что ж, Илья, благодарю вас за ваши ответы, напомню, мы беседовали с председателем Крымского антикоррупционного комитета Ильей Большидворовым, продолжаем наш эфир, и буквально через пару минут к нам присоединится крымский политолог Евгения Горюнова. Я же пока хочу, чтобы вы услышали мнение российского общественника, главы организации «Чистый берег Крым» Владимира Горначука о том, что крымские чиновники разворовывали деньги на строительстве местных дорог, и, собственно, об этом и свидетельствует пример задержанного российского вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина. Мнение. Нахлупин имел минимальное отношение к Тавриде, хотя финансирование проходило в том числе на строительство по этой федеральной цивиловой программе, но все-таки основные претензии там будут предъявлены по строительству локальных дорог, которыми распоряжался сам Нахлупин, то есть это финансирование выделялось через него, и, соответственно, все эти деньги проходили через его согласование и подпись. Поэтому там, где он принимал решения, а это в первую очередь Крымские дороги, Крымавтодор, по ним будут в основном носиться удары. Это основная часть, на самом деле там есть целый букет правонарушений, которые пытаются сейчас расследовать. Транспортная инфраструктура, это Крымские железные дороги, это, опять-таки, все области, в которые удалось ему дотянуться, он везде отметился своими шалостями с бюджетными деньгами. Поэтому Крымэнерго, Крымская железная дорога, то есть везде, где были какие-то денежные потоки, наш макеевский товарищ Нахлупин попытался запустить туда руки. Вот, я так понимаю, сейчас ему пытаются это все дело и предъявить. Мнение. О качестве местных дорог и, в принципе, дорог в крымских селах в эфире телеканала «Первый Крымский» рассказал председатель Координационного совета общественной организации «Народный контроль ЖКХ» Андрей Рыбченко. Давайте послушаем, что он говорит. Точка зрения. Самостоятельно граждане просто не могут делать дорогу, если эта дорога проходит по муниципальной земле. В случае, если они желают получить дорогу, они должны написать заявление в свой сельсовет, муниципалитет, для того, чтобы такую дорогу им сделать. Поскольку речь идет о бюджетных средствах на строительство дороги, значит, любой чиновник, выделяющий деньги, должен руководствоваться 44-м федеральным законом о госзакупках. Соответственно, должны пройти конкурсы, тендера, оформлен проект надлежащим образом. И только в этом случае граждане могут получить работы, и то не компенсацию. Достаточно часто обращаются жители сел, поскольку дороги у нас в сельской местности никакие, скажем, прямо. Но ответ практически всегда один. Дороги не будет, поскольку не хватает бюджетных средств. Точка зрения. И к нашей беседе присоединяется крымский политолог Евгения Горюнова. Евгения, здравствуйте. Доброе утро. Ну вот мы имеем такую ситуацию, что с дорогами, как мы видим, есть проблемы как с Тавридой, потому что, судя по всему, Нахлупина все-таки задержали за попытку дать или получить взятку именно по Тавриде. Про местные дороги вот только что рассказывал местный активист. С местными дорогами также Нахлупин успел поработать, скажем так, судя по тому, что говорят в нашем эфире. И предыдущий министр транспорта проработал фактически 4 месяца. То есть это достаточно печальная картина. По вашему мнению, может ли вот новый российский варяг, теперь уже из Санкт-Петербурга, все же навести порядок в этой сфере в Крыму? Ну, наверное, это будет ему сделать очень сложно, потому что то количество проблем, которые сейчас существуют в дорожной сфере, с крымскими дорогами, прежде всего, их решить, наверное, будет сложно. Кроме того, ведь транспорт это не только дорожная система, это еще и другие виды транспорта, которые есть в Крыму, это также и маршрутные перевозки, где рынок тоже не до конца разделен, или его собираются запустить передел этого рынка. То есть там такой огромный глубокий проблем, решить которые, ну, я думаю, вряд ли будет под силу не то что к варягу, но и к крымскому чиновнику, потому что для этого нужно будет договориться и с Москвой, и с Аксеновым, то есть сделать фактически невозможным. Евгения, ну вот мы и беседовали перед этим с Ильей Большедворовым, представителем Крымского антикоррупционного комитета. Вот он говорит о том, что назначение человека из Питера имеет ту логику, что большинство компаний, которые выполняют подряды в Крыму сейчас, это питерские компании. Вы подтверждаете, что действительно может быть такая связь с подрядчиками, скажем так? Ну, возможно, она, конечно, и есть, безусловно, что это вреду строит как раз питерская компания, но мне кажется, здесь немножечко другая логика. Дело в том, что начиная с 2015 года все министры транспорта в Крыму, они были из России, то есть они там чередовались из разных регионов, как бы в основном там Москва, насколько я помню, была, может быть, и Питер тоже уже был задействован, но в любом случае это были российские министры. И вот после ухода очередного министра Овсяникова через 4 месяца в отставку говорили о том, что, наверное, теперь в Крыму будет уже крымский министр, скорее всего, потому что не приживаются варяги вот в этом министерском кресле. Поэтому, скорее всего, что абсолютно боролся за своего крымского министра, чтобы проще было пилить российские деньги. Но что-то не сложилось. Скорее всего, что в Москве встали действительно в позу, заявили, что это все-таки очень серьезная квота, поэтому она останется за федеральным центром. И вот здесь уже начались варианты поиска лучшей кандидатуры, лучшей из худшего в данном случае. Скорее всего, что... И не забывайте, что вечером вас ждет наше вечернее шоу, где подводятся итоги дня и упоминаются самые важные новости. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18.30. Крымский вечер на радио Крымреалии. Мы же продолжаем нашу беседу с крымским политологом Евгением Горюновым. Евгения, еще раз здравствуйте. Да, добрый день. Я хочу вас спросить теперь о следующем. Вот задержание на Хлупино и назначение теперь спустя какое-то время нового министра транспорта. В принципе, это все вроде как для стороннего человека выглядит как звенья одной цепи. Вот вы поддерживаете такие подозрения в том, что, условно говоря, на Хлупино могли задержать за... в Москве при этом задержать, не в Крыму, заметьте. Именно потому, что в Москве те, кто является непосредственным начальником господина Аксенова, поняли, что на транспорте, на дорогах разворовываются большие деньги. И все-таки решили взять под контроль вот эти потоки и показать Аксенову, кто главный все-таки в этом доме. Ну, мне кажется, тут не совсем такая ситуация. Дело в том, что в Москве давно знают о том, что деньги разворовываются, разворовываются в больших количествах и разворовываются не без согласования с Москвой, я думаю, в том числе. Поэтому на Хлупино, в общем-то, в этом случае получился как нельзя оптимальной фигурой. Вот Макеевский, не наш, не крымский, не российский и так далее. Поэтому его можно сделать козлом отпущения и виновным во всех смертных грехах. Хотя на самом деле виновных там гораздо больше. Просто вот пришло время такой чистки и решили как раз, что на Хлупино это самая оптимальная кандидатура. Но вот как раз перемены транспортно-министерства, мне кажется, что они тоже связаны, возможно, с арестом на Хлупино и всеми вытекающими последствиями, будущим назначением вице-премьеров, которые будут курировать федеральную целевую программу. То есть здесь, скорее всего, что Аксенов разыграл некую такую карту обмена. То есть я соглашаюсь на российского чиновника во главе крымского Минтранса, с которым я уже более-менее договорился. Карпов проработал в Крыму уже определенное время, с ним уже есть какие-то связи. Видимо, он как-то наладил контакты. А в свою очередь вы не будете возражать против того, что я назначу своего человека контролировать федеральную целевую программу. Пока это делает Гацанюк, но поскольку в ближайшее время новым вице-премьером будет уже Евгений Кабанов, известный крымский застройщик. То есть фактически это будет такой полный контроль над ФЦП в руках Крыма. Если, конечно, Москва на это согласится, потому что пока официальной информации не было, но такой вариант вполне возможен. А вот мне интересует еще в этой связи такой достаточно забавный момент. Вот был комитет дорожного хозяйства Республики Крым. Его возглавлял как раз Карпов. Карпова назначают министром и сам комитет просто ликвидирует. То есть это был комитет для Карпова фактически, получается? Ну я не думаю, что это был комитет для Карпова. Скорее всего, действительно хотели просто немножко разделить. Потому что, я же говорю, транспортная проблема в Крыму глобальная, такая масштабная. И, возможно, хотели действительно такое управленческое решение сделать. То есть сделать специальное отраслевое подразделение, которое будет заниматься дорогами. Но поскольку дороги играют, университет этого дорога играет ключевую роль, то в данном случае, вот, новая реорганизация, там, по-моему, через год, да, он всего год просуществовал, комитет этот. Новая реорганизация, это как раз уже вновь подчинение этого комитета министерства, или вливание этого комитета в министерство, с тем, что глава этого комитета, он возглавил министерство транспорта. Потому что по-другому, наверное, сложно было бы эту аферу провернуть. Евгений, я попрошу вас оставаться на связи. И я же просто напомню нашим слушателям, что это радио Крымреалии, в эфире с вами Александр Голубов. Если вам есть что сказать по теме эфира, звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Повторюсь, 8 800 10 06 926. Также к нашему эфиру могут присоединиться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 31 18. Пишите нам в Твиттере, в Фейсбуке, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт Крымреалии. Там можно читать наши материалы и смотреть прямые видеотрансляции эфиров. Ищите сайт Крымреалии в интернете. Наши страницы в Фейсбук, Твиттер и Вконтакте. Наши видео и фильмы на Ютуб-канале Крымреалии. Крымчане имеют право знать. Евгений, я хотел бы поговорить еще о политических последствиях вот этого назначения. Что ждет крымскую инфраструктуру, примерно уже понятно. Но смотрите, часто подобные назначения смотрят в контексте того, ослабили ли они или усилили господина Аксенова. Потому что я думаю, что у многих крымчан один из главных вопросов, это все-таки как долго продержится Сергей Аксенов на своей позиции, такой достаточно самый важный в Крыму. И вот с какой-то точки зрения все может выглядеть так, что Аксенов ослаб. Потому что назначили не крымчанина, не его близкого соратника, назначили человека из Санкт-Петербурга. Перед этим, опять-таки, вспомним господина Нахлупина, которого задержали. Многие рассматривали его как правую руку, как человека второго по важности. В частности, вот такое мнение выразил у нас в эфире Илья Большедворов. Вот по вашему мнению, действительно ли можно говорить о том, что Аксенов проиграл в этой, скажем так, аппаратной игре? И может ли это иметь для него какие-то долгосрочные последствия? Я не думаю, что он проиграл, потому что проиграл бы он в том случае, если бы прислал действительно нового совершенно человека, из Москвы, из Питера, ну, в общем-то, из Сентра, который бы возглавил Минтранс. Он все-таки выиграл битву за человека, который уже работал в Крыму. То есть в данном случае он договорился. Но наиболее важным показателем, мне кажется, будет вопрос, связанный с тем, кто же все-таки станет вице-премьером по ФЦП. Вот это будет и показателем. То есть проиграл Аксенов или выиграл. То есть если это все-таки будет московский чиновник, то однозначно, что дни Аксенова сочтены. И если это будет крымский чиновник, то вполне возможно, что позиции Аксенова как раз наоборот усилились благодаря определенной поддержке в Москве или определенным финансовым вливаниям, благодаря которым он получил эту финансовую поддержку. Евгения, но если мы увидим московского чиновника, можно ли начать спекулировать о том, что не просто позиции Аксенова в Крыму ослаблены, но и сам Аксенов вскоре может уйти в отставку? Да, безусловно. Это будет одним из показателей. Не говорится, что это будет стопроцентным, но это будет одним из показателей того, что действительно на Аксенову придется очень сложно работать в таких условиях. То есть чем больше московских чиновников будет в ближайшем окружении Аксенова, тем слабее будет его позиция. Это в данном случае действительно такая ситуация складывается. Евгения, а есть ли шанс, что повторится ситуация на Хлупино, что Аксенов опять поедет в Сирию, вернется, но теперь наручники наденут уже не на его заместителя, а на нем самом? Ну, вы знаете, в России вообще все возможно в данном случае. Но мне кажется, что все-таки с Аксеновым такой ситуации не будет, потому что не забываем, что да, на Хлупино это все-таки на Киевске и Донецке. Это один вариант. Аксенов — это герой крымской, русской, ресной и прочее, прочее. Поэтому я думаю, что там будет вопрос решен немножечко по-другому. Не буду все-таки, мне кажется, так с ним поступать. Это несколько портит картину российского захода на полуостров. И вот этой всей эйфории, всей вот этой картинки, которую рисовали российские с ним. Поэтому вряд ли Аксенова ждет вот такая судьба, как Божья Козорина на Хлупино и так далее, с наручниками и прочими вещами. Ну вот когда мы смотрим на то, что происходит в Севастополе, в частности между Овсяниковым и Чалым, мы видим очень интересную ситуацию, что несмотря на вот такое вот идеологическое братство, близость и любовь, все любят Путина, все любят Россию, все говорят о том, что аннексия — это хорошо. Крымские элиты не очень сильно любят московских и питерских чиновников. Сопротивление достаточно жесткое, оно выливается уже фактически в открытые формы. Есть ли шанс, что вот подобное сопротивление, подобная борьба начнется между московскими питерскими варягами в Крыму и Аксеновым, и его ближайшими соратниками? Ну смотрите, немножечко в Севастополе другая ситуация, там все-таки Овсяников, да, как главный, как губернатор, он является главой города, а Чалы — оппозиция, да, то есть у них немножко разные статусные категории и разные позиции. Хотя Чалы — это им герой весны и прочее, прочее, но тем не менее, все-таки Овсяников руководит городом, а не Чалы. А в Крыму совершенно другая ситуация, да, в Крыму Аксенов руководит и полуостровом, а остальные, они как бы находятся у него в подчинении, несмотря там на свой вес, статус и прочее. То есть в данном случае здесь не совсем, наверное, корректно проводить такие параллели, но безусловно, что российские чиновники, они, конечно, недовольны Аксеновым, они тоже пытаются вести свою закулисную игру, используют для этого свои связи в Москве и прочее. Но пока Аксенов является главой Крыма, я не думаю, что они смогут какую-то организовать такую фронду на месте, да, потому что для этого у них нет реального ресурса. Им очень сложно это делать именно в Крыму. То есть они могут играть в какие-то кулуарные игры в Москве, но в Крыму им это дело довольно сложно, потому что все-таки в Крыму показатель, как количество российских чиновников, а топовых чиновников, оно еще не такое большое, как в том же Севастополе, где уже весь полностью, все правительство, фактически 90% это россияне. Понятно, что там можно разобраться с любыми местными элитами, любыми героями и прочее. В Крыму пока это сделать сложно. Но все к этому идет. Что ж, Евгения, благодарю вас за ответы. Мы беседовали с крымским политологом Евгений Горюновой. В студии с вами был Александр Голубов. Радио Крымреалии. Темой нашего эфира было назначение нового министра транспорта полуострова Сергея Карпова. Услышимся!